Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию встречу с депутатом Одесского областного совета Олегом Кутателадзе. Вы обратили внимание Визирской объединенной громады на финансовые ошибки, которые связаны с неиспользованием бюджета развития. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации? На что, так сказать, повлияло и чего лишилась громада, не используя бюджет развития, и как избежать подобных ошибок в текущем году? Знаете, отличается бюджет и финансы громады от бюджета бизнеса любого тем, что средства, которые собираются, они должны сразу вкладываться и вкладываться на развитие. Это очень важный вопрос. То есть, если предприниматель старается деньги собрать для того, чтобы какие-то вопросы решили, получить дивиденды, то здесь все наоборот. И нужно, прежде всего, самые лучшие дивиденды — это когда развивается то или иное населенный пункт, а он развивается только из средств, которые имеет громада. И поэтому эти средства надо вовремя тратить, правильно тратить, надо уметь работать с тендерами. И в этом отношении Визирская громада в прошлом году, на мой взгляд, сработала не очень правильно. Да, был, конечно, коронавирус, но все на коронавирус сбрасывать нельзя. Мы могли бы, конечно, быстрее работать по тому, чтобы громада прошла тендер быстрее и проект сделала по стадиону и по спортивному комплексу, что немаловажный объект для Визирской громады. Это совершенно превращает Визирскую громаду в другую уровень цивилизации, потому что мало в селе есть стадионов таких, которые мы хотим построить, и спортивных комплексов с плавательными бассейнами и всего остального. Но мы задержали эти вопросы. И другие проблемы были. Мы долго пытались решить вопросы с мостом. Там есть мост, который дает возможность перейти с одной точки Визирки на другую, а внизу мы хотели делать парк. И вот задержки, они создают трудности определенные. Ведь если будем мы инвестировать правильно, я имею в виду Визирская громада, то есть создаются дополнительные рабочие места, улучшается ситуация, стимулируется спрос у людей. Люди будут ходить в парк, люди будут ходить там на стадион, будут ходить в бассейн, оставлять там деньги. Деньги опять будут оборачиваться и улучшаться ситуация Визирки. Много сделано там. Я знаю, что и свет провели везде, вот улицы все освечили. А в этом году вот уже собираемся осветить и те громады, которые к нам присоединились. Но я считаю, что очень важно правильно работать с бюджетом. Надо научиться. И правильно работать и с бюджетом, и правильно организовывать тандера. Проекты вовремя делать. Поэтому вот это самая главная проблема. Ведь Визирка, ей надо, в отличие от, например, города Южного, если вот мы возьмем такое соревнование, хотя трудно соревноваться с городом, который вложили в свое время огромные деньги еще при Советском Союзе, но нам нужно в десятки раз больше вкладывать, и на лет 10 надо больше, значит, двигаться в этом направлении, чтобы соединить все точки этой новой громады, сделать дороги туда, организовать транспортное сообщение, создать условия для нормальной жизни в каждом селе. Это очень важное значение имеет. И поэтому правильно очень субфинансовые менеджеры были. Вот сейчас у нас в Визирке избрали заместителем председателя ОТГ по финансам Наталью Анатольевну, которая имеет хороший опыт, понимает в финансах. И вот я надеюсь, что с ее приходом у нас будет правильно тратиться средства, и Визирская громада, безусловно, станет лучше, и люди это ощутят на себе. Это очень важное значение имеет. Тем более во главу угла сейчас поставлены такие очень крупные инфраструктурные проекты, среди которых и водообеспечение, водоотведение, что очень важно, канализация, говоря простым языком. И мы уже много раз говорили, что без этого невозможно планировать дальнейшее развитие и строительство таких крупных объектов, например, как спортивный комплекс. Вы знаете, я был удивлен другому. После того, как объявление вышло, что будет тендер и 112 миллионов гривен стоит канализация в Визирке, и тут комментарии идут. Людей, которые, на мой взгляд, просто странно, они живут в городе и не понимают, о чем идет речь. Зачем для села нужна канализация? Пусть ям уходит. Вы понимаете? Это, по-моему, знаете, давайте пусть они тогда паспорта у них заберем, давайте как раньше, давайте не будем выпускать их вообще из села. Я считаю, что мы должны жить в цивилизованном обществе, поддерживать друг друга и радоваться тому, что кто-то начал и желает, и стремится жить цивилизованно. Знаете, позитивный настрой – это же хорошее дело. И человек для себя позитивно настраивается и думает о перспективе, ставит перед тобой цель. Я многократно повторяю слова Гастева, ведущего ученого в области управленческой. Он говорил, что кто хочет что-то сделать, ищет способ, а кто не хочет, ищет причину. Так вот, мы ищем способ, как улучшить ситуацию. Мы сейчас сделаем это в визирке, как бы кто ни говорил, к этому не относился. А следующий этап – это будет Паршатравнево и другие села, мы пойдем туда. Потому что в действительности невозможно делать нормальные стадионы, комплексы какие-то, большие какие-то мероприятия проводить, даже дома там трех-четырехэтажные строить. Если нету – канализации. Это же неправильно. Так же самое с водоотведением. У нас сегодня большие трудности Паршатравнево. Все-таки проблема там с тем, что нету централизованного водоснабжения. И мы сейчас начали заниматься этим вопросом. Я подключаюсь к этому. Этот вопрос касается трех громад. Красносельской – это Иваново, нашей громады Визирской, это Паршатравнево село. И, как ни срано, Доброславе, то есть в центре в свое время Коминтерновского или Лиманского района. Тоже нету централизованного водоснабжения. Вот сейчас мы вместе собрались и обсуждаем вопросы, как правильно организовать совместное сотрудничество для того, чтобы запустить этот проект. И я поддерживаю это активно. И я смотрю, этот проект поддерживают и Визирская громада, и Красносельская, и Доброславская. Мы сейчас будем искать способ, как найти средства для этого. Я надеюсь, что мы будем подключать на условия долевого финансирования и бюджеты разных уровней, и ДФРР-фонд. Потому что это важнейший вопрос. Знаете, это здоровье людей. И мы хотим эти вопросы решить. Поэтому мы сейчас будем заниматься также развитием дорог. Слава Богу, решился вопрос по любополю. И там строится не только одна построенная дорога, еще вторая дорога строится. А сейчас мы хотим довести с новым бюджетом развития. Договаривается сельский глава управления дорог, службе автомобильных дорог, что мы 50 на 50 будем строить дальше дорогу. Завершим дорогу, которой сейчас нету полтора километра или больше, это немножко в Ольшанке селе. Потому что люди, чтобы ездили друг к другу, с прошлого травня, они должны объезжать круг. А сейчас это будет дорога прямая, и они смогут ехать через Ольшанку. Это очень сильно облегчит движение. Сделаем дорогу в Ранжево, а там прекрасно есть места природные, это в Любополе, которые действительно заслуживают развития рекреации. Но без дороги там ничего нельзя сделать. Поэтому проблем масса. И я надеюсь, что нынешний сельский совет, который избран, он понимает, какая ответственность на них возлагается. Ведь то, что команда развития фактически 100% победила на выборах, это означает, что люди поверили в команду развития. А доверие, как вы понимаете, она такая штука, что если люди не выполняют дальше деятельность, не делают то, что людям обещали, то быстро это доверие пропадает. Поэтому беседую все время с нашими депутатами и с командой развития, чтобы они это доверие оправдывали. Сейчас так интересно выстраиваются отношения. Конечно, каждый решает свои внутренние проблемы в каждой громаде. Но вы уже затронули тему конкретных примеров сотрудничества между громадами. То есть без этого тоже невозможно, без совместных планов, тем более таких крупных проектов, как вот канализация. Есть еще примеры планов и перспектив сотрудничества? Да. Мы на экологической комиссии областного совета рассматривали вопросы водных ресурсов. Вы знаете, экологическая катастрофа, которая все время над нами висит, эта проблема, связанная с потеплением глобальным, она может ударить сильно по водным ресурсам. И нам нужно сохранять водные ресурсы. Вот все, что было, надо их сохранить. И мы обсуждали вопрос, как сейчас совместно с громадами решить проблему Куяльника, например. Не чтобы только один областной совет или только государство занимался, а чтобы все занимались, в том числе и громады. Ведь кто сегодня перегородил различными прудами, накопителями? Кто создал проблему, чтобы река Куяльник прекратила впадать в Куяльник? Что мы должны теперь по 20-15-20 миллионов кубов различной еды искать, для того, чтобы заполнить этот Куяльник? И потом думать о том, чтобы не было плохого, чтобы эта вода не нарушила ту среду, которая там формируется. А там ведь замечательный курорт грязи, которые остались нам наследством. Ну, понимаете, мы же не можем быть Иванами, не помнящими родства. Мы должны создать условия и то, что было до нас сделано, сохранить хотя бы. Поэтому вот здесь все усилия объединяются. И здесь и ОТГ, который есть, город Одесса должен участвовать в этом вопросе. Рядом лежащие объединенные громады, государство и область. Потому что иначе нам эту беду не преодолеть. И это не только вопрос спасения самого Куяльника, но это вопрос и надвигающейся на нас экологической катастрофы. Ведь лиман Куяльницкий, который высыхает, он выбрасывает наверх дополнительные источники тепла, которые создают еще хуже положение. То же самое с Телегульским лиманом. Мы, например, сейчас на депутатском корпусе поставили вопрос на экологической комиссии. Будем обращаться в Николаевский областной совет. Для того, чтобы они тоже с нами сотрудничали, то получается несправедливая ситуация. Телегульский лиман омывает Одесскую область и Николаевскую. Одесская область участвует, государство участвует, а Николаевская область стоит в стороне. Они радуются тому, что у них там их Телегульский парк ландшафтный развивается. Вы знаете, там огромное количество лебедей. Столько дней, когда раньше ее, как сейчас. Значит, птицы различные прилетают. Это очень красиво посмотреть. Но надо же сделать все для того, чтобы вложить и свои средства. Я говорил это с Коблевской громадой. Я считаю, что мы должны поставить вопрос перед Николаевским областным советом совместное сотрудничество, потому что мы все заинтересованы спасти этот ресурс. Там колоссальные исторические места. Понимаете? Туристические возможности там открываются колоссальные. Ведь там когда-то Суворов переходил в Телегул, Турков оттеснял. И там исторические колоссальные места есть. Казаки там жили и все остальное. Поэтому я думаю, что можно было бы все это привести в порядок. Во-первых, довести до конца, доделать Телегул, который уже улучшилось его состояние. Он ожил. И там можно многое очень сделать. Государство готово подключаться к решению этих вопросов? Ведь средства достаточно большие. И это национальное достояние богатства. Знаете, я думаю, что путем софинансирования, постепенным развитием, подключением разных людей, да. Если государство видит, что люди хотят что-то сделать, и оно видит, что можно это реализовать, этот проект, то государство тоже готово участвовать. Вот, пожалуйста, сейчас в Коблевской громадой уже австрийское правительство работает. То есть они предлагают сделать генеральный план и зонирование вот этого курортного поселка Коблево, понимаете, значит, за свои средства. Но так бы можно было и Сечавку дальше продлевать и все остальное. И то есть вместе мы могли бы многие вопросы решать. Поэтому я считаю, что вот этот инструмент финансовое, долевое участие, где государство видит, что громада, люди, которые в громаде, и само государство участвует, и что-то реализуется, потом это используется, а не просто бросается. Как в Грузии один человек, который купил Волгу и не мог на ней ездить, и радовался того, что у него есть Волга, выгонял во двор и загонял обратно. Чтобы вот такое не происходило, нужно очень серьезно сотрудничать. Вообще под лежащий камень вода не течет. Мы должны быть активными людьми. Надо, чтобы наши люди верили в свою страну, в своих инвесторов. Да, привлекали чужих, но мы должны сами понимать, если наш инвестор сам не будет этим и заниматься, если наш человек не захочет в свою страну инвестировать деньги, то иностранный никогда сюда не придет. Поэтому это важнейшие вопросы, которые нужно решать. А для этого надо полюбить немножко тех, которые что-то делают, понимаете, деятельных людей. У нас, я много раз об этом говорю, это очень серьезная проблема на самом деле. С молоком матери мы впитали такое желание всегда ждать, когда тебе что-то сверху скажут, киваем там на запад, туда-сюда, а нужно рассчитывать на себя. Когда люди вокруг себя что-то создают, тогда движется государство, оно создается и начинает жить. Потому что без деятельности оно умирает. Мы не должны превращаться, как у нас вот эти фильмы были, когда казак сидит у Гоголя, да, и галушки там в сметане прыгают, он рот открыл, они там... Хорошо, что он там даже пережевывает, а то бы он не пережевывал. Американская нация создалась и стала такой мощной, потому что там были активные люди. И их активность привела к тому, что они стали самой ведущей страной в мире. Поэтому возьмите Сингапур, возьмите Китай, который начал изменяться. То есть если люди сами хотят, все изменяется. А если не хотят, ничего не меняется. Олег Жуниверович, тогда вот заканчиваю программу благодарностью вам, потому что вы не только декларируете и говорите об этом, но и делаете. Спасибо. Ну а всем нам дорогу осилит идущий. И как пример, что совместными усилиями можно много сделать. Кстати, наверное, другого пути у нас уже и не осталось. Спасибо. Олег Кутателадзе, депутат Одесского областного совета, сегодня был нашим собеседником. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова